Только с основной сборной ее медалями на Кубке Мира. Первую награду нашей команды на зимних юношеских олимпийских играх в Инсбруке добыла представительницей именно этого вида спорта. Ульяна Кайшева выиграла бронзу в спринте. Репортаж Дмитрия Занина. Восторгу местной ребятни нет предела. Хотя, надо сказать, не только ребятни. На играх пришло время одного из самых популярных видов спорта. 17-летняя Ульяна Кайшева из республики Удмуртия, первой в истории российского биатлона, вышла на дистанцию зимней юношеской олимпиады. Достижение уже немалое, но спустя несколько минут стало ясно, что радоваться мы сможем и чему-то более весомому. Даже несмотря на два промаха нашей спортсменки. Уже после финиша все узнали, что эту спринтерскую дистанцию бежала Ульяна с больным горлом, и дышать ей было невероятно тяжело. А заодно и выяснили, почему девушка так корила себя на финише. Очень расстроилась, что упала прямо перед финишем на крутом повороте и потеряла достаточно много времени. Просто ноги настолько устали, что не удержалась. Но даже с двумя штрафными кругами и с этим досадным падением Ульяна Кайшева заняла третье место. Наталья Гербулова допустила лишь один промах и стала в итоге пятой. Первое золото биатлона завоевала скромная Франциско Пройс из Германии. Но лидером по уровню радостных эмоций в этот день была китайская дружина. Думается, даже они едва ли ожидали, что Фан Мин Чен будет настолько хорош ходом. Российские же биатлонисты не справились в первую очередь со стрельбой. Алексей Кузнецов, отправив в молоко четыре патрона, стал 25-м. Иван Галушкин пробежал и вовсе пять штрафных кругов. Как результат, строчка номер 40 в итоговом протоколе. Но если у биатлонистов впереди будут еще как минимум две гонки, то у фигуристов шансов на ошибку значительно меньше. И использовать их наши российские юниоры, судя по всему, не намерены. После коротких программ, соревнованиях пар, юношей и танцевальных дуэтов, все наши спортсмены держатся в лидирующих группах. Ну а венчале третий соревновательный день Олимпиады выступления девушек, где нашу страну представляют, пожалуй, самые известные спортсменки на этих играх. Елизавета Тухтамышева и Аделина Сотникова. Соперничество этих спортсменок – украшение соревнований любого уровня. При том, что сами девушки давно дружат и о фигурном катании, по их словам, практически не разговаривают. И от Лизы, и от Аделины в Инсбруке все, естественно, ждут лучших результатов. А это заставляет фигуристок нервничать. Сотникова позже отметила, она с самого утра чувствовала себя спокойно и поэтому уверенно откатала программу. Обратная ситуация получилась у Тухтамышевой. До приготовления себя к старту, пока начала краситься, прическа, я вообще не ощущала, что как бы волнение. То есть я была спокойна, уверена в себе. Потом начался мандраж. И я рада, безусловно, что я смогла это перебороть. И теперь знаю, что даже в таком состоянии я могу выступать неплохо. Хорошо даже. Можно даже сказать, отлично, Лиза. Она показала лучший результат в короткой программе и на два балла обошла занимающую второе место Аделину Сотникову. Произвольные программы во вторник. Дмитрий Занин, Михаил Курганов. Вести Спорт. Инсбрук. Австрия. В чемпионате континентальных очков.